Батя Карпов-Камский оценен в Москве в 1922 году на турнире памяти Олега. Олег, вы помните, был чемпионом мира и первый выдающийся роскошный батист. Ему время и времени, раз в сколько-то лет, проводится турнир памяти его памяти. И вот это из турнира памяти Олега 1922 года. Карпов-Камский. Напомню, что Камский через несколько лет станет претендентом и сыграет в Манчис Карпов на 2-е чемпиона мира. Проиграет, правда, но, во всяком случае, в тот момент, когда он был в 1922 году в Манчисе в мире. Карпов-Камский очень хороший парт. К сожалению, он немножко длинный, но, как предпочтение, все длинный парт, посмотреть. Этот парт был сыгран на мемориале Олегина, посвященному 10-летию, в 90-е годы, ровно 100 лет с дня рождения Олегина. И парт получилась такая вполне достойная этой даты и достойная Олегина. Здесь была совершенно нападка, как вы видите, и в конце концов фигуры Олега 1922 года в материале ориентации Трамского. И в конце концов он проиграл. Итак, Д4, Д4, КНФ6, КНФ6, СН4, Ж6, Ж6, КНФ3, СН7, Ж3, Ж3. И вот, если бы черный сыграли здесь Д6, например, Ж0, то, как мы знаем, это получалось бы страидистская защита, которую мы начали только что, но черный сыграли С6, готовят сразу на Д7, Д5, и это уже свой, так называемый, защитный герой. С6, СН2, СН2, Д5, вот этот фото определяет защиту. СН2, Д5, СН1, Д5, СН2, КНФ6, СН2, КНФ6, КНФ3. Вместе встает D5 метрично, но у белых лежит темп, поэтому они начинают отбивать в цехе по E5. Черный собрали из серии 6, защитили пешку на D5. Это будет еще потому, что она просто служит D5, она будет адаптирована. Черного защитили. Белый закончили, а решили 0,0. Здесь и сложный край не должно быть, но это самый спокойный ход. Белая сторона, где в первой площадке? Просто ломенки. Здесь и здесь. Здесь последовало коль FD7. То есть черный пытается этого коня прогнать. С E5 создается такое договение. И упростить игру. Здесь последовало белая игра, F4. Они подтягивали пешку к центру. И борются за центру. Если победить на E5, то там целый пешка окажется. На E5 будет давить еще на позицию черного. F4. Черный сыграет. Ф4. Понятно, что это лучше, чем просто отступить обратно. Бессмысленно получается. Сыграли туда, потом отступили обратно. Поэтому F4 вполне естественно служится. F4. Белый поддерживает коня пешкой. А черный подтягивает второго коня. Конь C6. Конь C6. Белый защищает в центре. Стол на E3. Стол E3. Но бить на слон E3. Нет, нет. Сол на слон E3. Бить на E5, конечно, не охотно. Потому что пешка на E5 будет очень серьезно. Там сдерживается в базисе черного. Белый. Черный коня переводит на B6. Конь D7, B6. Конь D7 не берут, не берут. Нет, нет, на черный. Боченок конь D7, B6. Конь D7 на B6. Переводит коня на B6. Просто заканчивая тратить, и коня немножко получает позицию коня. Белый отступает от слоновной М2. Понятно, что в их планах входит. Решая, если коня двинуть вперед, она, как правило, все-таки должна двигаться. Она стоит на исходной позиции. Надо ее двинуть. Она, в конце концов, приедется на E4. Кернер заканчивает тратить. Фельдер флак, слон D7. И белый сыграет E2, E4. Но E2, E4 обычно, как вы помните, на первом ходу играет. А здесь этот ход сделан на 13-ом ходу. Ну вот, Радо Эльбоза так как ход сделан. И белый атакует центр. E4. Напали много раз на D5. Пешник конь и слон. А защитник только две. Конь и пешник. Уступать в центр не хочет. Можно западить D1. Но тогда будет мощный центр. D4, D5. Чёрные отступают. Каю на E7. Нижний раз защищают на D5. Идеи падают поля. Слона хотят на C6 поставить. И пункт D5 качают на Д6, E7. Но белый здесь меняет на D7. Слона меняет на D7. Слона меняет на D7. Слона меняет на D7. Слокой бель D7. Он E5 бер D7. Кёрный на F7. И беды ещё дальше предлагают. Е5. То есть E4 и E5. То есть эфирный центр и королевский флаг заморожен. В Кёрне трудно развиваться. Вся игратель принесёт сюда ферильный флаг. В Кёрне сыграли на D7. Занимаем. Быстрые открытые линии первые. Беды тоже играют на C1. По линии C. Значит, они... Кто-то лучше сгибрировали по линии C. Сыграли A6. Потому что в расточке конь может не сыграть. Но сейчас пока при B5 не грязи. В расточке не будет вход в B5. Конь может куда-то вторгнуться. Вот на борт на 6. В этом Чёрне заранее защищали по B5. Теперь... Но у Чёрных в результате появляется конь в B5 довольно неустойчиво. Он стоит не очень удачным. Верный участник будет пользоваться. Возможно, что водоладе акцессивно надёжнее. Не спешите с ходом в A6. Но Чёрные, видимо, опасаются хода по B5. Сыграли A6. А здесь пацаны лучше. Этот бой может пойти как бы через C4. Верный, как бы просто поле C4, но подбой. Конь там не играет. Стоит как-то не очень уютно. Но у Ларисовича, тем не менее, выглядит вполне надёжно. Никаких вопросов нет. И кажется, что на королевском фланге у них более опасная позиция. Ну, а сейчас там две игры. Пешки на ней минали. То есть, на каком фланге будет дальше игра? Мы посмотрим сейчас. Белые сыграли на B3. Ладья Ц7. Ладья Ц8, Ц7. Ну, во-первых, они могут присущить двойцу по Вениссу. Сейчас, скорее, на вторую ноги сюда потянуть. Сладную, вторую. Снимаем линию. На пятый сыграли С4. С4. С2. И здесь чёрные... Ладья вторую ладью перевели на линию. Ладья ФЦ-8. Ладья Ц8. Вот они завоевались, но это ничего не опасно. Потому что на Ц3000, ну, тем не менее у них, на королевском фланге, ладья никаких вообще нет. Поэтому это единственные ленины, которые они могут осуществить своё внимание. И тут белые начали атаковать на королевском фланге. То они прислазывались к Фельдову, а теперь начали на королевском фланге. Какой ход позволяет развить инициативу на крае этой флаги? Как вы думаете? Вот, обратный ход Ж-4. То есть, пешки длины вперёд. Кёрнер скованы, немножко там, со снины на крае этой флаги. И это как вход сигнал к атаке. Белые собирались на Ф-4 и Ф-5. Белые собрались на базу атаку. Кёрнер сыграли С-8. Отступили заранее от угроз. За Ф-4. И здесь белые сыграли Ф-3. Просто укрепили центр. Пока, конечно, не финируют. Как это к тонн-тонному киевым выходам и усиливают давление. Защитим центр. А пока прислушивание будет грозить Ф-4 и Ф-5. Это довольно долгий ход. В этой партии вообще много долгих ходов. Но это тоже очень хороший ход. Белые усиливают и игру в центре. И королевские флаги поддерживают по-прежнему свой ферильный флаг. В последовом коне С-6. Коне С-7. Чёрные пытаются на фериль на флаге там что-то получить какую-то игру. И здесь следует ещё немного на фериль, а на королевскую. То есть белые продолжают Ф-4 и Ф-5. Жертвуют пешки. Но пешки такие брать очень плохо. Потому что на Т-5 будут слабые пешки. И эти будут слабые пешки. Король будут уголы. Поэтому неприятные ситуации у Чёрных. Но всё равно они пока не имеются никаких консервов. Уброс нет. Чёрные братья, смотри. С темпу развивая слона. Привляя какой-то инициативный эфир на флаге. Заодно нападают на ладью А-1. На ладья С-1. Ладья по двою, надо сступать. Ладья С-2-1 после этого. Ладья С-2-1. Ну, учёные пытаются ещё какие-то здесь игру получить. Конь Б-4. Открывают линице. Конь, слон, белодин. Пытаются здесь какую-то игру получить. Правда, из этой чешевой. Они чёрные фигуры. Они как-то здесь неудачно стоят. Решаются только под ногами. И никак их не особо не активизировать. Последовал Феррис А-6. Феррис А-6. Почему нельзя? Смотри, тут конь. Меды оставили коня под боем. Почему они не заметили? На С-3. Как вы думаете? Вот они оставили коня под боем. Можно было бы как-то делать. Просто чистого коня через месяц. В следующем, потому что последователь 5 и в 6. Ну, вот такой же взял сюда. Последователь 6. И просили защитить от мата. Полиции сильнее защитить. Конь, защитив, догорадив дорогу слону, слон не может сюда вернуться. А этот все скучный черный фигур, она ни к чему не привела. Самое главное, что защитить от мата на весе невозможно. Последователь Мат вводил ход, а нет защиты от поры же сея. Поэтому здесь нет времени взять коня. А что делать? Что здесь делать? Черный, естественно. Но игры в эти ходы, фельд в 6. Правильно? С матом. Надо подтягивать фигуру в какое-то поле уже сея. Какую фигуру? Ну только фельдер. Такого не видно. Последователь фельд в 8. И теперь что? Теперь шельдер не опасно. Потому что есть ход фельдер в 8. С матом нет. А здесь как конь висит. И атака белая зашла в тупик. Не все так просто. Маммут не дашь. Но пока все делается. И весь последний был очень тонкий ход. Очень тонкий ход. Черно-белый как конь войдет. Неожиданный ход. От запаления конем. Но слон во двое. И слон мог прискочить вернуться на их усы. Сюда. Прогнать нельзя. Астек. Это невозможно. Потому что процессор под боя. И непонятно как. Он сбивается с этой важной диагонали. С рейх-8. И он под боем. У него единственное поле. Снова 2. Он нашел эту диагональ. Очень важную. И теперь очень красивый ход. Белый фельдер. Фельдер неожиданно возвращается назад. То есть это такие челночные движения. Потом он сыграл фельдер-3. Потом фельдер-6. Потом обратно на н2. Но уже слон здесь запретил. Солнце я чувствую. Крайне неуютно. И не может вернуться на их волосы. А угрозы фельдер-6 вообще все равно возможно. Когда этот фельдер идет сразу раз. Фельдер-6. Потом шесть. Фельдер-6. Вот. Здесь. Белый направлен на фельдер. Была вот такая ламушка. Допустим. Пойти опять. И нельзя ведь фельдер-6. И здесь. Фельдер-6. Если фельдер-1. Допустим. Опять. Если ведь сюда. То есть такой ход. Ладья-2. И здесь фельдер-3. И здесь фельдер-3. Ладья-2. И угроза я на сухой. То есть. Венные они могут проиграть. Это ловушечный ход. Белые, конечно, не попадаются. Не попадаются. Не попадаются. Не попадаются на... Они просто сыграют на А5, они просто сыграют А3, прогонят коня и эту груду ликвидируют. Поэтому опять не опасно, а черные сыграют конец в 2. Ушли за 4 слона, ну и активировали коня. Но все равно боится, что все это груда фигур, 2 лагерейского дополнения здесь никуда не намазают. А атака беда сразу продолжается. И здесь последовательно просто тень или коз, что давать тень или всяких угроз, но белые решили посмотреть, а что еще собираются делать черные. Взяли и просто отступили к району центра. Сюда это. Сюда это. Дальше у кого-то всегда болезнь идти к району от угроз. А непонятно, что делать черные. Во-первых, этот слон более джа-рин освобождает на слона, в случае стон от отсюда сюда. Вот. А тот слон. А отступает на жа-рин, слон вступит к дорогу ладеев в один. Так что сразу вот такое многокладное вот крушение на путихе, и в то же время довольно ядовитые. Чёрные стояли на месте сети, чему вы завязывали, у нас ушли совсем не туда. Они собираются фигурами обратно, но выжидают события. И вот пятые собираются на угрозе один. Отступили. Линии не в себя открыли. Чёрные возвращаются фигурами обратно, на угрозе си. Прикрывая болью в шесть, проходит в восемь. Но последовало ладеев три. То есть теперь линия F субродина, и белые подтягивают ладью и красиво субродивают ладью h3 с угрозами ещё по линии h. Крайне. Что делать? Что сделать? Чёрные играют среди b4. Пытаются заменять физей. Но не до того было. Конечно, это удалось заменять физей, но тогда у Чёрных было бы всё в порядке. Потому что Линии все в беспорешении. А у белых нет никакой атаки. Но белые столько раз нагиблировали фигурку туда-обратно и в очередной раз они ещё будут заходить противник. Вот. Ферзер шесть. Ещё новая угроза. Парень эфиска неприятная. Грозит ладе h3 с нападением на h3. Если Чёрные сыграют по линии восемь, защищают шеи, тогда уже последовательно в жизнь мало. Потому что конь f8 отнимет более f8 ферзя, и они смогут помочь своему королёру посадить ферзя на f8. То есть поэтому конь f8 невозможно. А что делать? Что делать? После ферзер шесть. Тёрные сразу уступают f8 опять пытаются разменять ферзей. Но белые опять уступают опять не дают тёрнурусу размена. Но по-прежнему опять по-прежнему они не могут войти в игру. А парень вес сильнейшее нагрение. здесь ну здесь всякие варианты я вам показываю основные идеи так и внимательно. Вот здесь чёрные играют ферзеры. То есть чёрные боли пытаются хотя бы ферзеры играть. И здесь не поверится да здесь последовало f8 d2 снова понимаете ферзь как долго универировал теперь на фосе не может вернуться. Он там на фосе стоял придерживающий а теперь вернуться на фосе не может потому что здесь все фигуры завязаны. На ферзь d2 чёрные сутрают шесть у них другого способа вот этих задорок у них залез не они сейчас продвижение а5 чтобы коням выскочить. на фестерне едет который на фестерне находится в борьбе руках верни и поверен память За ними должны ворваться, может сразу, но очень позднее. Как ходить? Как происходить? Черные собирают такие опять, просто наборы не насобенно. Белые сделали еще один хороший ход. Они собирают А4, видите? То они только деньги будут создавать. А теперь лоносу передистанция крана трое С2. Там уже пешки на всех сторон нападают. Впоследовало значит А4. Черные выскочили. Выскочили по нем. Фой Б4. Бить по крайней мере нельзя С2. Шерезе не хорошее выступление. Поэтому наборы по И4. Последовало 3. Черные сыграют. Фой Б4 напорили на ферзе. Ну, белые опять не верно ходили. Огадались. Уже три фигурса заработались по линии Ф4. Черные сыграли. Как ходить, они сыграют А4-6. Этого коняна ведут до защиты твердого фланга. Здесь последовало, словно, шли еще один язык икон. Просто белые пытаются... Еще одну другую процедуру к атаке, я скажу, была песня. Ферез голоди. Это С2-4. С2-4. С2-3. Грозит... Грозит просто изменяться. И потом сыграть Ж5. И урон слона. Победная ищетик будет не противотива. Очень неприятные оброзы. С2-4. Черные защитили поле Д8. Конь Д8. Конь Д8. И здесь... Белые сыграли. Слону вернулись на Е3. Опять протянули слона на королевских фланг. Слоны Е3. Теперь поле С1 под бой. Там ученые могли с игроками садились. Упростить положение. И... Слон к тому же еще и другая. То есть он будет расшириться. Он стоит очень активно. Последовало В5. Это... Ну... Нет хорошего жения. Скоро, что я вам советую. И последовало В3. Ф2. Тоже такой... Довольно тихий ход. Белые... То есть что? Белые усилились на королевских фланг. Белые усилились на королевские фигуры сосредоточены. А теперь внезапно меняют акцию. Теперь они перемещаются на королевских фланг. И парадоксально, что черные в конце концов, и он как-то стал, где они только что-то не были. На королевском фланге. Подряд 3 в конце концов, он не обойдет. Подряд обоих 4. Черные изменяются. Белые изменяются. Разменяются за два. Кроме 2, Кроме 2. Кроме 2. Кроме 2. Кроме 2. Кроме 2. И 3. Белые сыграли еще и ладей н2. То есть они готовы все их не были поменять. Ну потому что... Потом белые быстро формулись на крыльевом фланге. Как ферзь до рекорд ступил, последний в голове М2, разменяюсь еще, точнее, разменяю еще, и эти фигуры, фигуры осталось мало, но смотрите, что он стоит еще больше неуклюже, белые подходят просто, ферзь не оплал. Керны вынуждены играть 105, а 3 сыграли. На станции 3, там, в общем, сразу пришало в 6, не буду приводить, а здесь последний в 3-2, то есть белый ферзь атаковал королевский лагерь совсем недавно, а перемернулся на ферзь, и теперь делать нечего, то есть просто границ поражения на С8, еще один сериал, вынуждены отдать коня, это, конечно, отчаяние, но здесь комбет егать по две, и белый комбет коня, и здесь, мало того, что фигуры лишние, здесь как красиво находят еще, как красиво, а еще одну фигуру, пешки что-нибудь съели, сказал, что две пешки загоняем, ничего страшного. Ну, две пешки немножко маловато, но ферзь активизировался, атака ликвидирована, но Карпов досмотрел еще довольно эффект, и, конечно, отцепился на 0-2, перевел его на правильный порой, и это последовало... Ферзь на 8, а, ферзь на 8 последовало, основал двойная, ферзь на 8, теперь висит конь, и вот, особенно, не видно защиты, черный дай шах, ферзь на 4 шах, на ферзь на 3, так следовало мало просто, ферзь на 8 шах, король 6-7, и в 6 шах, и с матом, поэтому на ферзь на 4 шах последовало снова 2, по втором, Чёрный сыграет Фильм В2, но он пытается вернуться на свой фланг. Нет, 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 нет. Слово здесь стояло шире, значит слов пытается вернуться. Слово В2. Вау. Коня и пацаны начатишь. Последователь беда в 8 шаг, 2-7. И вот здесь вертельная решающая атака. Как вы думаете, такие ходы начинаются? Лишний слон за две пешки. Это материальный перелес, но ещё всё-таки недостаточное, чтобы говорить с валидиами. Белые находят очень красивое решение. Они жертвуют эту пешку. Шаг. Слон беда в 6. Теперь жертвует слона. Шаг. 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 Слона прикладывается весь. Раз, два, три, четыре, шесть. И теперь берут эту слону. Шаг. 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 Шг. Шаг. Шаг. Удивший тайг. Слона Forget. Шаг. 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 Последовало вверстие шага. Хорошее шпи и наконец-то темно сдается на 54-й патрус. Сдатель замарился на вверстие. Мат не защитный. Если вверстие шага, то вверстие шага. То есть шага у нас приходится отдавать. Вот такая вот плановая пакция. То Карпу на королевском пламени гейтала, то на Феликсу. И, в конце концов, вот за эту победу, когда в Ореховском турнире, Карпу получил приз за партию сериалитов. Вот я напишу, что строго говоря, решение совсем точное. Действительно, в творчестве четвертого короля неоднократно встречались, к примеру, неожиданной передвозной борьбы с фельдой флангой на королевской. Но и сейчас мы были свидетелями более редкого сюжета. С решающим эффектом видно наоборот. Удалось принести битву с королевской флангой на фельдовой. Ну, вы помните. Сначала сериалов была угроза из Петя в шесть, снухматывая, и она на металле, на металле. Потом принесли отверг сюда, выиграли фигуру, потом обратно, в конце концов, сгрутовали. Ну, вот такая многопланная партия сумасшедшая. Вот она была признала ученой на Дудере, на мемориале Орехи, посвященному столетию. Поздались на пятьдесят четвертого года. Субтитры создавал DimaTorzok